Субтитры подогнал «Симон» Считается, что история цитрусовых началась 20 миллионов лет назад в тропических и субтропических регионах Азии. Белые цветы, превращающиеся в желтые и оранжевые сочные фрукты, распространились из Азии в Европу, а затем в Африку. Хотя апельсины были впервые привезены во Флориду испанцами, как испанский фрукт, некоторые дикие сорта апельсинов были обнаружены в некоторых регионах Америки, где жили индейцы. С мировым производством почти 46 миллионов тонн апельсин имеет высокую коммерческую ценность среди других цитрусовых. Мандарины с 29 миллионами тонн, лимоны с 7 миллионами тонн и грейпфруты с 6 миллионами тонн продукции следуют за апельсинами. Общее мировое производство цитрусовых – 88 миллионов тонн, среди них Китай с 32 миллионами тонн, Европейский Союз с 11 миллионами тонн и США с 8 миллионами тонн продукции являются крупнейшими в мире производителями. Другие крупные страны-производители цитрусовых – Мексика, Южная Африка, Турция, Египет, Аргентина и Марокко. Хотя основными покупателями цитрусовых являются развитые страны, такие как Европейский Союз, США, Россия и Канада, цитрусовые востребованы во всех странах мира. Европейские страны являются хорошими производителями, а также хорошими потребителями. Существует большой спрос на цитрусовые среди россиян, которые являются сознательными с точки зрения здорового питания потребителями. Эфирные масла этих оранжевых и желтых фруктов широко используются для изготовления духов, дезодорантов и кремов. Действительно, цитрусовые имеют огромное экономическое значение в производстве фруктового сока. Около трети производства цитрусовых плодов идет для промышленной переработки и более 80% для продукции апельсинового сока. По данным ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная организация, мировое производство апельсинового сока составляет 1,6 миллиона литров ежегодно, и крупный его производитель – Бразилия, с объемом производства 900 тысяч литров. Крупнейшими импортерами апельсинового сока являются Европейский Союз, США, Канада, Россия, Китай и ЮАР, соответственно. Апельсиновый сок обычно продают в виде замороженного концентрированного сока, поэтому расходы на холодильные установки и транспорт достаточно низкие. Цитрусовые с их желто-оранжевыми мясистыми сочными фруктами характерным ароматом богаты витамином С и содержат 3% эфирных масел. Но содержание цитрусовых не ограничивается витамином С, они являются богатым источником клетчатки, органических кислот, калия, кальция, сахара и магния. Научные исследования доказывают, что все это богатое содержание имеют много преимуществ для здоровья, таких как профилактика рака, очищение крови, улучшение функции печени и очищение кожи. Ученые заметили, что человеческий организм не вырабатывает витамин С, а дневная норма витамина С варьируется между 50 и 70 миллиграммами, потому один средний апельсин в день удовлетворит суточную потребность организма в витамине С. Урожай цитрусовых быстро перевозится на склад и должен пройти процесс предварительного охлаждения. Каждый из цитрусовых продуктов имеет различные температурные значения для хранения. Для хранения цитрусовых необходима относительная влажность воздуха 85-90%. В то время как мандарины хранятся при 3-4 градусов Цельсия в течение 3-4 месяцев. Апельсины хранятся при температуре 4-6 градусов Цельсия в течение 5-6 месяцев. Грейпфруты при 8-10 градусов Цельсия в течение 5-7 месяцев. и лимоны при температуре 10-12 градусов Цельсия в течение 7-9 месяцев в нормальной атмосфере хранения. Хотя контролируемые атмосферные системы не столь эффективны для цитрусовых, как для таких фруктов, как яблоки и груши, они обеспечивают им более месяца дополнительного срока хранения. Поскольку население нашей планеты быстро растёт, существует увеличивающийся спрос на здоровое питание. Продолжение следует...